Сон поджужжание пчел. Такой необычный метод лечения скоро появится в рассонах. В больнице уже обустраивают домик на ульях. Считается, что такая терапия избавляет человека от тревоги и повышает защитные функции организма. Подобное самолечение уже обретает популярность и на частных пасеках. Что это? Дань моде или эффективный метод оздоровления? Выясняла Ольга Московская. Это наша здравница. Чувствуете вот запах такой? В этой семье за здоровьем ходят не в аптеку, а в домик на ульях. Его обустроили на подворье специально для маленькой Леры. Девочка часто болела. Жужжащий санаторий папа Александр построил своими руками. И нам сосед сказал, говорит, а вы начните кормить ее медом. И мы стали все о меде читать и наткнулись случайно на сон на ульях. Сейчас у пасечника две здравницы. На даче и дома. Правда, работают они сезонно. С апреля по сентябрь. В остальное время пчелы отдыхают. По сути, это двухэтажный дом. На нижнем уровне 240 тысяч пчел. На втором этаже комната с лежаком. Все отверстия закрыты сеткой. Так что можно не бояться укусов и наслаждаться ароматом меда и мерным жужжанием улья. Слон под аккомпанемент троя пчел пользуется популярностью у гостей из России. Летом они отдыхают в белорусском приграничье. Говорят, в мегаполисах такая терапия затмила бы модные СПА-процедуры. Вот это жужжание, вот это пчеленое тепло, оно дает здоровье. Приверженцы ульетерапии утверждают, благоприятное воздействие происходит за счет микровибраций и микроволн, создаваемых пчелами. А воздух вокруг улья насыщен целебными ионами, которые помогают бороться с инфекциями. Нетрадиционный метод терапии берут на вооружение и медики. Дом на улях скоро откроют в Рассонской районной больнице. Ухаживать за лечебным роем будет врач высшей категории. Он же пчеловод с 20-летним стажем. Всем миром все субботник организовали, и помогли районные власти, тут спонсоры местные. Как говорится, гул пошел немножко среди людей. Думаю, найдутся и у нас и клиенты. Домик на улях откроют вместе с обновленной поликлиникой. И это будет первый опыт среди районов Северной области. Пока лечение пчелами активно практикуют только в Витебске. Ингаляции воздухом из улья, укусы пчел, специалисты утверждают, это не новаторские методики. Наоборот, тот случай, когда новое, хорошо забытое старое. Ольга Масловская, Александр Петровецкий, агентствователи новостей, Витебская область.